Курская область и англосаксонская мясорубка. Подожжет ли Польша фитиль? В игре на эскалацию, которую затеяли США и сейчас активно развивает Великобритания, особая роль отведена Польше. В руки Варшавы любезно вложили фитиль и спички. Один раз черкнешь – и получай минуту славы. Правда, что будет потом, трудно даже представить. В том, что поляки не меньше американцев или британцев заинтересованы в ослаблении Европы и передели сфер влияния, нет никаких сомнений. Но в отличие от друзей англосаксов, спрятаться за Ла-Маншем или Атлантическим океаном у Польши не получится. Если подожгут, то загорятся и сами. Другой вопрос – осталась ли у Варшавы возможность выбирать? Белта уже подробно разбирала, как США развязали войну против Европы и какое место в американской стратегии отведено Великобритании. В этот раз попробуем разобраться, какие планы у Вашингтона на Польшу и что на самом деле желает получить Варшава. Марионеточные лидеры идут в расход. После выхода Великобритании из Евросоюза американским форпостом в европейском сообществе стала Польша. До определенного момента такая коллаборация оказалась взаимовыгодной. Варшава могла рассчитывать на поддержку и протекцию со стороны США, что позволяло ей в открытую выступать против Брюсселя или Берлина. В то же время американцы были заинтересованы в укреплении позиций Польши в ЕС, поскольку это давало им возможность напрямую влиять на политику европейского сообщества, продвигая через Варшаву свои идеи и препятствия инициативам, которые могли бы идти вразрез с интересами США. В феврале 2023 года президент Польши Анджей Дуда заявил, что фраза «Больше Америки в Европе» станет лозунгом польского председательства в ЕС в 2025 году. «Больше Америки в Европе – более тесные связи между ЕС и США по экономическим вопросам, вопросам безопасности, всему, что чрезвычайно важно для нас», – подчеркнул польский лидер. В ответ США заявили, что хотят видеть Польшу лидером Евросоюза. «Сегодня мы очень хотим, чтобы Польша стала лидером в Европейском Союзе. Такова заявленная цель нового польского правительства. Это нас обнадеживает», – заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. И заметьте, никаких возмущений Брюсселя о вмешательстве США во внутренние дела ЕС. Стиснув зубы, промолчали в Париже и Берлине, которых американский госдеп, судя по всему, уже списал в утиль. Что в целом неудивительно. Как метко подметила на днях издание «Политика», за французским президентом Эммануэлем Макроном не следуют другие, а канцлер Германии Олаф Шольц является очень слабым лидером. Но вопрос в том, каким лидером покажет себя нынешний премьер Польши Дональд Туск. Президент Дуда уже не в счет, его президентский срок подходит к концу. К тому же Дуда относится к лагерю писавцев, власть коалиции Туска на прошлогодних выборах. В ЕС в течение последних лет ПИС воспринималась как токсичная партия, которая находилась в конфронтации как с Брюсселем, так и с теперь уже номинальными лидерами сообщества Берлином и Парижем. Однако чувство американского локтя придавало уверенности польским управленцам в их браваде, направленной в том числе на подрыв авторитета евросоюзовских империалистов. Безусловно, при таком раскладе Польша во главе с ПИС претендовать на лидерство в Евросоюзе никак не могла. Но с приходом Туска положение дел изменилось. Как известно, нынешний премьер в свое время возглавлял Европейский совет, а затем и ведущую фракцию Европарламента – Европейскую народную партию. С точки зрения Брюсселя Туск являлся идеальной кандидатурой на роль премьера Польши. После его прихода к власти многие полагали, что Туск будет проводить именно проевропейскую, а не проамериканскую политику. Такой вывод вполне логичен. Однако есть одно но. Проевропейской политики в Евросоюзе на сегодняшний день фактически не существует. Где-то в Венгрии или Словакии пытаются докричаться до европейского сообщества. Отдельные партии политики в Германии, Франции, Австрии и Нидерландах просят европейские власти очнуться. Но, похоже, приемники в Брюсселе, как и в большинстве европейских столиц, настроены исключительно на американскую волну. Поэтому проевропейская политика сегодня полностью вытеснена проамериканской. А разговоры о том, что Туск борется за интересы ЕС, кажутся шуткой. Понимают ли это в Варшаве? Безусловно. Польша годами сознательно подыгрывала США в деле ослабления Европы. И как бы Туск не лавировал во время своего еще первого премьерского срока, Польша уже тогда являлась проводником политики Вашингтона. И, вероятно, еще в то время США дали польским элитам надежду на будущее лидерство в ЕС. Пусть даже марионеточное, под четким руководством США. Вот только события последних месяцев указывают на то, что надежда эта пустая. Эскалации украинского конфликта, в том числе события в Курской области, могут говорить о том, что Вашингтон переходит к плану «Б», при котором марионеточные лидеры не правят, а идут в расход. По ком звучит финальный гонг? В действиях Соединенных Штатов, пожалуй, больше вопросов вызывают не цели, а сроки их реализации. То есть не то, насколько далеко готовы залететь Вашингтонские ястребы, а когда прозвучит финальный гонг. Если проанализировать работу американцев на европейском треке за последние лет, это 15-20, то можно заметить, как методично и последовательно они подталкивают Европу к краю пропасти. Культивация ненависти, русофобии в европейском обществе, карманные политики и даже целое правительство в странах ЕС. Внедрение НПО, цветные революции. Военное провоцирование миграционных кризисов, расширение НАТО и беспрецедентная милитаризация восточного фланга Альянса. Шаг за шагом Соединенные Штаты продвигались к своим целям. И цели американские абсолютно понятны. Основываются они на простом правиле – США не терпят конкуренции. И здесь тоже все понятно. Конкуренция – прямая угроза доминированию. Без этого доминирования, будь то политическая, экономическая или военная сфера, американцы не смогут выкачивать ресурсы из третьих стран, затыкать рот неугодным, сохранять монополию доллара и продолжать жить на широкую ногу, имея госдолг в 35 триллионов долларов. За последние четверть века у США образовались сразу три крупных конкурента – ЕС с сильной экономикой и крепкой валютой, богатая в ресурсном и продвинутая в военном плане Россия и Китай, чье развитие в экономике и технологиях идет беспрецедентными темпами. О том, как США при активном содействии Великобритании развязали антиевропейскую войну, мы рассказывали в предыдущем подкасте. Сначала устроили Брексит, ожидая внутриполитического раздрая Евросоюзе. А затем отрезали ЕС от российских ресурсов, запустив украинский проект. Одним махом США ударили и по экономике ЕС, и по экономике России. Вот только Москва сумела молниеносно переориентировать свой экспорт на рынки дружественных стран, коих у нее, к удивлению США, оказалось не так уж мало. Вероятно, США ожидали, что уже через пару месяцев экономически изолированная Россия выбросит белый флаг. В таком случае Вашингтон мог бы перейти к следующему этапу – гибридной войне против Китая. Сначала экономической, санкционной, а затем и горячей, открыв несколько фронтов по периметру. Конечно же, чужими руками. К слову против, Россия и США, вероятно, тоже планировали открыть несколько фронтов. Для этого в 2020-м нужна была Беларусь. С этой же целью сегодня оказывается колоссальный прессинг на Грузию. Но американские планы пока удались лишь в части ЕС, где азартные европейские элиты по собственной инициативе поставили на окон будущее своих народов. И проиграли. Для Вашингтона, очевидно, без США запала европейских союзников на продолжение конфликта надолго не хватит. В этом американцы убедились еще в прошлом году. Осенью 2023-го экс-главком ВСО Валерий Залужный признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. США топтаться на месте не хотели, но и переходить к следующей фазе – серьезной эскалации и расширению конфликта были не готовы. К тому времени у них накопились дела на Ближнем Востоке и Африке, где начал укреплять свои позиции Китай. Поэтому на время американцы отошли в сторону, переложив финансовое бремя украинского конфликта на ЕС. В Брюсселе вначале возмутились, а затем все же одобрили финансирование Киева. Однако до конца так никто и не понял, какую часть выделенных средств пойдет в Украину, а какая осядет в карманах еврочиновников. Все это время можно было лишь слышать возмущение от Киева, который продолжил свой контрнаступ, только в обратном направлении. Еще немного и усилиями того же Китая и других стран глобального юга, заинтересованных в окончании конфликта, Киев и Москва вышли бы на переговорный трек, и многолетняя стратегия США пошла бы на смарку. Конечно, американцы уже получили свои дивиденды от инвестиций в антиевропейскую войну. США подзаработали на продаже оружия и СПГ в Европу, отрезали Россию от европейского рынка, экономически и политически ослабили Евросоюз. А еще создали на европейском континенте новый очаг нестабильности. Ведь без должного контроля и огромных финансовых вливаний Украина вполне способна превратиться во второй Афганистан. Коррупция, бандитизм, контрабанда оружия в немыслимых масштабах. Чем не идеальная среда для появления экстремистских и террористических группировок? Аккурат под боком у России и ЕС. На этом американцы могли бы и остановиться. Вот только в Вашингтоне понимают. Пройдет пару лет, стена враждебности падет, Запад и Восток Европы вновь найдут общий язык. Если не политики, так бизнесмены точно. В то время как мир продолжит двигаться в сторону многополярности, будут появляться новые центры силы и формироваться новые точки роста. США придется наблюдать закат эры американского доминирования. Если вашингтонские ястребы видят кошмары, то это точно один из них. Поэтому вероятнее всего Вашингтон выберет другой путь – эскалации. Впереди американцев по этому пути готовы бежать британцы, которые внутри американской игры ведут свои игрища. Признаки того, что ставки повышаются, уже есть. Если эта игра продолжится, следующие на поле боя пригласят выйти Польшу. А когда это случится, считай, финальный гонг прозвучал. В обороте англосаксонской мясорубки Одной из особенностей украинского конфликта является то, что градус эскалации поднимается постепенно. И, возможно, дело даже не в прощупывании красных линий России, а в стремлении достичь целей наименьшими усилиями. Сначала санкции, затем тяжелая наступательная техника – дальнобойные ракеты и истребители. На третий год конфликта Запад заговорил о возможном введении своих войск в Украину, очертив свои красные линии. На самом деле у США есть всего лишь одна красная линия – ядерная война с Россией. И когда в Белом доме говорят, что США не хотят втягиваться в украинский конфликт, этому можно верить. Но с одной поправкой. США не хотят напрямую втягиваться в украинский конфликт. Ведь это означает прямое столкновение с ядерным государством. Все остальное для Вашингтона вполне допустимо. Включая локальный конфликт с участием одной или нескольких натовских стран. На самом деле, если США пойдут по пути дальнейшей эскалации, а события в Курской области и украинские дроны в небе над Белоруссией как раз на это и указывают, то расширение украинского конфликта окажется на повестке дня. Обойти пятую статью устава НАТО о коллективной обороне американцам не составит труда. Достаточно будет напомнить, что втягивание США грозит планете ядерным апокалипсисом, пообещать европейцам всемирную поддержку и заверить, что победа близко. Теперь уже точно. Правда, если к тому времени в кресле президента США будет следить Дональд Трамп, то и обещать ничего не придется. Ведь предупреждали Европу – хотите защиты – тратьте деньги на оборону. А раз не слушали – сами виноваты. Расширение украинского конфликта за счет европейских стран для США выгодно. Опять же, ослаблением России и ЕС, полным и долгосрочным разрывом отношений между двумя частями Европы, а также возможностью озолотиться на продаже оружия. И для США, и для Великобритании это как минимум возможность наложить руку на производственные мощности Европы, переманить инвесторов и высококвалифицированных специалистов. Как максимум заставить экономику ЕС перейти на военные рельсы, ведь для последующих войн, в том числе с Китаем, США понадобятся серьезные военные ресурсы. И здесь мы подходим к главному – за счет каких стран возможно расширить украинский конфликт. Вспоминается статья, опубликованная в мае итальянской газетой «Ля Република». Издание сообщало, что НАТО в частном порядке установило красные линии, пересечение которых приведет к вовлечению стран Альянса в украинский конфликт. Одна из таких линий – прямое или косвенное вмешательство третьей страны в события в Украине. И здесь упоминалась Беларусь, участие которой в конфликте НАТО якобы не исключает. Интересная все же логика – два года Беларусь в конфликте не участвовала, а теперь может передумать. Или же будет вынуждена передумать при определенных сценариях, разрабатываемых НАТО. И не для этого ли в Беларусь засылались террористы ДРГ, залетали из Украины ударные беспилотники. В Минске знают ответы на эти вопросы и готовятся к любому развитию событий, о чем неоднократно говорил глава государства Александр Лукашенко. Со стороны НАТО в случае расширения конфликта первой на очереди стоит Польша. Вероятно, в сценарии американо-британской эскалации отведены роли странам Балтии. Если взглянуть на данные Немецкого института экономических исследований, IFO, по итогам прошлого года среди всех европейских стран НАТО именно государства так называемого «восточного фланга» Альянса вышли на первые позиции по тратам на оборону. В лидерах Польша на третьем месте Эстонии, четвертой делят Литва и Финляндия. Рядом находится и Латвия. Все эти страны в минувшем году расходовали на военные нужды свыше 2% ВВП. И если с этой точки зрения взглянуть на карту, то восточная граница НАТО перестает казаться символической линией разделения. Сейчас она вполне напоминает линию фронта, куда с западной стороны постепенно стягиваются военные силы. Но по сравнению с другими странами «восточного фланга» Альянса наибольший военный потенциал у Польши. О том, какой размах достигла милитаризация Польши, которая началась задолго до российской спецоперации в Украине, мы говорили еще два года назад. Уже тогда польские власти заявляли, что в стране будет создана самая сильная армия в Европе. При этом процессу милитаризации всячески способствовали США. Хотя по сути должны были препятствовать. Как препятствовали идеи создания единой европейской армии, которую выдвигали ряд лидеров – от Шарля де Голля до Ангела Меркель и Эммануэля Макруна. Позволить Европе в целом или какой-нибудь отдельной стране стать самодостаточными в военном плане американцы не могли. В качестве альтернативы они продвигали НАТО, в котором сами же и заправляли. Но если США позволили Польше наращивать военные мускулы, значит, польский кулак планируется применить. Например, в локальном безъядерном конфликте. Заметьте, несмотря на тесное военно-политическое сотрудничество и дислокацию в Польше значительного контингента США, Варшава так и не добилась от Вашингтона размещения в стране американского ядерного оружия. Даже после того, как в Беларуси было размещено тактическое ядерное оружие России. Если бы опасность нападения РФ на Европу действительно существовала, то размещение Тяо в Польше было бы логичным шагом. Выходит, либо опасности вовсе нет, либо защищать Польшу американцы не планируют. Бросить Польшу в мясорубку войны первыми будут лоббировать британцы. Как минимум, они избавятся от конкурента за звание европейского лидера. У максимум Лондон получит расширение боевых действий вплоть до границ Германии. После того, как пыль осядет, британцы надеются сформировать новый политический и экономический ландшафт в Европе. Но какое место в нем займет Польша, прокрученная через англосаксонскую мясорубку? Польский экзамен на лидерство. Как отмечалось выше, в случае с США цели ясны. Нужно лишь понимать, когда Вашингтон перейдет к действиям. Если американцы готовы активировать новую фазу антиевропейской войны, то в частности для Польши это значит приближение к переломному моменту. Польские элиты очень многого хотят. Но сейчас для них важнее понимать, чего они не хотят и чего не должны допустить, если будущее их государства и народа имеет приоритет. К вопросу о желаниях и их осуществимости. Варшава претендует на лидерство в Европе, в политическом, экономическом и военном плане. Польша восстановит свои позиции лидера в Европейском Союзе. Польша будет наращивать свою силу, займет ту позицию, которой она заслуживает. Заявлял в декабре прошлого года польский премьер Дональд Туск. Бывшее правительство страны во главе с ПИС конфликтовало с европейскими властями, делая ставку исключительно на США. Правда, Варшава в то время поддерживала тесные связи со странами вышеградской группы. В состав входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, а также со странами Балтии. Тем самым в ЕС формировался блок государств, который в перспективе мог набрать политический вес. Однако позиции стран, входящих в данный блок, во многих важных аспектах, в том числе в отношении украинского конфликта, существенно разнились. И после прихода к власти Туска разногласия еще больше обострились, особенно в отношениях Варшавы и Будапешта. К тому же Туск больше тяготел к признанным лидерам – Берлину и Парижу. Не зря последние полгода муссируются темы о возрождении веймарского треугольника – трехстороннего политического института Германии, Франции и Польши. Результаты выборов на Висле предвещают перетасовку карт в объединенной Европе. Впервые за свою 32-летнюю историю веймарский треугольник может превратиться в своего рода директорат Европы. Писала на этот счет польская газета «Жечь Посполита». О планах возродить веймарский треугольник заявлял и сам Туск. «Хочу подчеркнуть, что к веймарскому треугольнику будут обращаться все чаще», – говорил премьер. Что касается экономического лидерства, то здесь у Варшавы ситуация складывается сложнее. В основном, благодаря восьмилетнему правлению предыдущего правительства. Правда, полякам все же удалось сохранить угольную отрасль, несмотря на жесткие конфликты с Брюсселем. Также Германия, действуя в угоду зеленой повестке, фактически сломала собственную экономику. Кроме этого, Варшава заключила контракт с американскими компаниями на строительство АЭС. Примечательно, что недавно Туск похвастался, что Польша разбила на голову Германию в плане экономического роста. «Мы лучшие по сравнению со всеми большими государствами Евросоюза, а немцев мы разбили на голову», – заявил премьер. На фоне обвинений Берлина в адрес Варшавы в связи с подрывом северных потоков слова Туска приобретают особый оттенок. Заинтересована Польша и в развитии своего транзитного потенциала. Терминал таможенного оформления в Малашевичах на границе Польши с Белоруссией называют «китайскими воротами в Европу». Через него проходит до 90% товаров, поставляемых из Китая в ЕС. Транзит идет и в обратном направлении. И Польша получает из этого большую выгоду. Тем более, что Украина в качестве альтернативного транзитного коридора больше не представляет конкуренции. После начала конфликта украинский сухопутный маршрут в рамках инициативы Китая пояса пути фактически был закрыт. Что касается военного лидерства, то обещания создать самую сильную армию в Европе говорят сами за себя. Чего только стоят контракты с южнокорейскими компаниями. На поставку тысячи танков, около 300 реактивных артиллерийских систем, почти 700 самоходных гаубиц и 48 истребителей. Не осталось никаких тормозов. Правительство скупает все, что можно. Проблема в том, что тут не базар. Писала на это польская газета «Жечь Посполита». К слову, свою армию Польша создают в долг. Польские СМИ подсчитали, что если южнокорейские банки прокредитуют военные контракты, то долг Варшавы составит около 25 миллиардов долларов. А ведь поляки покупают вооружение не только у корейцев. Миллиардные контракты заключены с США. И эти миллиарды придется отдавать. Но если цель оправдывает средства, то хотелось бы понимать, какие на самом деле цели преследует Польша. И понимают ли политические элиты этой страны, что после войны, в которую затягивает наш регион та самая англосаксонская мясорубка, уже никаких целей может не остаться. Встречаясь с американским президентом Джо Байденом в марте этого года, Туск поблагодарил США за то, что они не забыли, для чего была создана НАТО. Но на всякий случай процитировал выдержки из преамбулу Вашингтонского договора, где зафиксированы взаимные обещания стран Альянса. Довольно интересные мысли из уст Туска прозвучали во время его пресс-конференции в Вашингтоне, а также в интервью польским журналистам. Премьер охарактеризовал нынешнюю ситуацию в мире как предвоенную, однако вероятность нападения России на Польшу назвал маловероятной. Он также отметил, что Польша несет большую ответственность за происходящее в мире, чем большинство европейских стран. И здесь не поспоришь, учитывая, какую роль отводят полякам в большой англосаксонской игре. А вот что Туск сказал, обращаясь к американскому президенту. «Наша страна теперь является стабильной демократией. Это страна, для которой и так важна безопасность всего региона». За день до этого польский премьер поднял тему безопасности региона, выступая на польском телевидении. «Только сильная Польша будет гарантией стабильности всего региона, а нестабильный регион рано или поздно будет означать драматические последствия для всего Запада», – сказал премьер. Адекватные мысли порой звучат из уст узка, но адекватных действий, к сожалению, пока не видно. В мирной свободной Европе у Польши при разумном руководстве были бы все шансы на лидерство. В мирной американской Европе Варшава может претендовать разве что на место наместника. Но, по крайней мере, у нее будет шанс на будущее. Но в военной Европе, чего бы ни обещали полякам-американцы, у Польши не останется ни шансов, ни будущего. Под европейский континент заложена огромная пороховая бочка. В руках у Польши спички. Есть ли у поляков право выбирать? У лидеров выбор есть всегда. Это национальные интересы своего государства и народа. Другое дело, что не каждому дано стать настоящим лидером.